В Казахстане ввели новое пособие по уходу за инвалидами первой группы. Подробнее о поправках в законе о социальной защите лиц с инвалидностью. Наш следующий материал. Госпособие не новое, но раньше оно назначалось только тем, кто ухаживает за инвалидами первой группы с детства. Теперь выплата в размере 48 тысяч тенге полагается и ухаживающим за инвалидами первой группы вне зависимости от причины инвалидности. Данное пособие получает в нашей области на сегодняшний день порядка 700 человек и имеет возможность получать данное пособие уже в дальнейшем порядка более 2-8 тысяч человек. Для оформления данного пособия необходимо будет обратиться по месту жительства в Центр обслуживания населения для подачи соответствующей перечня документов. Речь идет о документе, удостоверяющем личность, документе, подтверждающем установление опеки над инвалидом первой группы при наличии данного факта, справки об инвалидности лица, за которым осуществляется уход, номере банковского счета для выдачи пособия и справки с психдиспансера. Отмечается, что в настоящее время подано 62 заявления, одно из которых удовлетворено. Что касается критериев отбора, то на сегодня сопровождающие лица инвалидов первой группы имеют возможность либо получать по сопровождению за инвалидом первой группы, либо по его обслуживанию инвалида. То есть одновременно получение двух пособий не допускается. Соответственно, в данном случае должен быть выбор конкретно лица с инвалидностью и его сопровождающего лица. Это не единственное изменение, коснувшееся защиты прав лиц с инвалидностью. Отныне законодательством предусматривается разделение детей в возрасте от 7 до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволит дифференцировать оказание услуг по реабилитации и иной социальной помощи. Это коснется и размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей. Также сейчас были внесены изменения по поводу получения одновременно пособий по уходу за инвалидом, ребенком-инвалидом и по потере кормильца. То есть ранее было, допустим, что-то одно должно быть, сейчас они могут одновременно получать и то, и это пособие. Кроме того, согласно внесенным поправкам, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, теперь сохраняют право состоять в очереди на жилье даже после достижения ребенком совершеннолетия. По прежнему условиям инвалиду приходилось заново вставать в очередь, если семье не удавалось получить жилье до достижения им 18 лет.